Я хотела бы сказать о стратегии внешней политики Грузии 19-22. Да, она не обещает мир и согласие, диктуя всему миру о территориальной целости, но нам же никто не мешает, тем не менее, устраивать новые форматы, участвовать в этом, тем более, когда мы видим, как политика в регионе нашем меняется, когда, возможно, будут созданы новые платформы, и если всяческими силами Абхазия сможет в этом участвовать, но не надо даже говорить о том, что сама Грузия пока против этого, но если так случится, что все-таки все состоится, мы должны отказываться от этого? Нет, мы не должны от этого отказываться, потому здесь все четко прописано в новом формате участия, и это нормально. В принципе, все остальное, главное, важный вектор внешней политики отображен четко, что это, кстати, сыграло очень плохую шутку с Арменией в конфликте с Нагорным Карабахом, что на протяжении нескольких лет политическая элита заигрывала то с Россией, то с Западом. В нашей концепции политическое тут все написано четко, что внешний вектор отображен, потому как бы теперь возвращаться к пункту с Грузией и искать здесь какие-то непонятные проволочки, да все нормально сказано, просто если читать под каким-то своим соусом, потому что что-то неприятно, то это будет бесконечно. В каждом пункте можем найти радует, соглашусь, что есть пункт с Турцией. Это очень важно, очень важно развивать отношения с нашими диаспорами, они у нас сильны, она такая же сильна у нас в Иордании, многие об этом знают. Мы упускали много времени, когда они распадались, от черкесов отделялись, мы упустили это время, грузины их взяли под себя, вот и все. Мы упускаем время и на Северном Кавказе с нашими братьями, когда здесь все обговорено, это нормально, в принципе я не вижу к чему придираться. Продолжение следует...